Ты знала, кто такой Алексей Арестович? Какой красивый и умный. Вот что-то такое. Когда он меня увидел, он положил мне руку на шею. И так хорошенько обнял. Я говорю, ну так. Ты такая была тепличная. У меня была квартира, но я предпочитала жить все равно с мамочкой. В подъезде возле моей двери Алексей встал на колено. Он сказал, я буду президентом. Ты ему поверила. Все-таки это был Алексей, он уже был по телевизору. Он сразу говорит так, будет так и так. И ему сразу легко, потому что за тебя уже решили. Он говорит про свой опыт, про свой 33 выхода. Не все этому верят. Какой-то здесь перебор, что здесь прям так любят Алексея. Сектантские какие-то такие мотивы. Чи знакомы ты с предыдущими дружинами Алексея? Вы спілкуетесь? Для меня это было каким-то шоком, когда я все-таки увидела эти две полоски. Наличие двух жен тоже, ты же понимаешь, да? Вдохни, ты недостойная, я достойная больше. Если бы он не женился на мне, он же женился бы на моей маме. Серьезно? Друзья, всем привет! Это новый выпуск программы Без комплексов на канале Олицька. И у меня сегодня в гостях героиня, про интервью с якою я домовлялася 7 месяцев. Увесь этот час вона, людина не публичная, налаштовалась на откровение про себя. Хоча ее человек, известный военно-эксперт и всеукраинский заспокийливый Алексей Арестович даёт такие интервью каждого дня. Отже, у меня сегодня в выпуску Анастасия Арестович. Вона молодша за Алексея на 12 лет, в него до нея было еще два шлюби. Чому Анастасия вважает себя особливою и как выполняет роль психолога для Алексея, мы узнаем из первых хвост. Ну, наконец. Привет! Привет! Я очень рада тебя видеть. Мы с тобой общались только в Инстаграм или по телефону. Гарно выглядишь. Такая струнка, доглянуто. Все очень супер. И какое-то напутственное слово от человека было сегодня на интервью? Что сказал? Все будет хорошо. Не лякайся, не бейся. Пойдем, поговорим. Настя, наконец, я очень рада тебя видеть. Мы сейчас находимся в Киеве, уже не первый день прилетело до Киева, были ракеты. Но все равно ты не ездишь из столицы. Скажи, почему именно сейчас ты находишься в Киеве, насколько я понимаю, с детьми также? Какие в тебе настроения сейчас? Настроение, оно переменчивое. Решение оставаться, оно, честно говоря, тоже сложное. Потому что, с одной стороны, ты понимаешь умом, что небезопасно. Все-таки инстинкт самосохранения, он работает. И если бы я была без ребенка, если бы я была сама, для меня бы вопросов вообще никаких не было. Я бы оставалась здесь, все было бы нормально, потому что за свою безопасность я спокойна. Но когда есть ребенок, то ты уже должен как-то, ну, ты все-таки родитель, ты должен... Не повиданность. Да, это ответственность. Мне не хочется причинять мне каких-то психологических стрессов, потому что, так или иначе, все это слышу, все. С другой стороны, и в этом и дилемма, что я всегда чувствую, где и когда я должна быть, в какое время. И я сейчас тоже чувствую, что мое место здесь. Ты маешь на вазе, что в тебе настолько потужно развинута интуиция? Я даже не знаю, интуиция это или нет, это чувство, которое вообще ведет меня по жизни. То есть я всегда знаю, где мне нужно находиться, я это чувствую. И я прожила, на самом деле, два месяца за границей. Нельзя сказать, да, что я не попробовала и точно знаю, что я там боюсь выезжать или что такое. Я знаю, как это, я уже выезжала. Но сейчас мое место здесь. Олексей тебя в этом поддерживает, что это двояречная, или это ваше совместное решение? Поддерживает, но он меня также поддерживает в идее и выходе. Мы, конечно, предпринимаем все усилия. Это не то, что мы просто сидим в квартире в надежде, что просто ракета пролетит мимо. Нет, такого нет. Конечно, мы предпринимаем все действия для личной безопасности. А как ты психологически настроишься на то, чтобы чувствовать себя уверенно? Адже дитина завжди чувствует, что чувствуют и как переживают батьки. Как ты себя налаштовываешь, чтобы не передать это дитине? Дело в том, что Саша у нас очень такой интуитивный мальчик. И вчера у меня была... У меня вообще эта неделя не самая простая. И я не удивляюсь, что на нее выпало мое первое интервью, на самом деле. Но вчера засыпая, он немножко всплакнул и сказал, «Мама, я чувствую то, что чувствуешь ты». Я начинаю понимать в этот момент, что все-таки мое эмоциональное состояние сейчас оставляет желать лучшего. Но вот такие дни, ничего страшного там нет. Тем не менее, я знаю, что я надолго в таких состояниях не зависаю. Я очень человек оптимистично настроенный и не склонный вообще к стрессам, сильным депрессиям, затянувшися каким-то таким состоянием эмоционально сложным. Я довольно быстро переключаюсь. Про твоего человека Олексія Ростовича відомо дуже багато. Власне, він є секс-символом, він є дуже популярною людиною. Про тебя відомо дуже мало. И я помню, навіть той день, коли я вирішила тебе написать, это был квитен месяц, было 7 месяцев уже потом. Тобто 7 месяцев, мне кажется, мы уже, мне кажется, спелкуемся с тобой как подруги. И мне очень захотелось, как женщина, узнать, кто есть дружина Олексія. И поэтому я тебе предлагаю поговорить про тебя, про твою личность, про твоё становление. Звідки ты сама родом? Я из Киева. В какой семье ты выховывалась? Кто в тебе были родители? Мама у меня, она педагог дошкольного образования, она работала в садике долгое время. Потом, опять же, долгое время она работала в Ахмадете, в довольно-таки тяжёлом отделении. Это отделение микрохирургии. Я помню, что я там бывала часто после школы, я приходила к ней на работу. Это было очень сложно мне. Вообще тема, медицинская тема мне тяжело психологически даётся, я человек мнительный. Поэтому сейчас вот такая безопасность даже собственного ребёнка для меня сейчас имеет большое значение. Потому что там петарды разные, всякая кухонная техника. А батько? Папа работает на закрытом режиме предприятия, поэтому не будем это обсуждать. Разразумела. Вон из-за разу? Нет. Они развелись ещё давно. Но мне, наверное, было лет шесть, может быть, семь. Для тебя это был какой-то стресс? То есть, знаешь, до чего я выйду? Насколько с психологической точки зрения твоё детство было травматичным або сложным? Про яке потом в дорослом визу хочется поговорить с психологом? Ты знаешь, там были свои испытания в детстве. Но я этого практически не заметила, потому что я всё детство прожила в своём мире. У меня было очень много игрушек. Спасибо большое родителям и дедушке моему, который привозил эти игрушки. Я очень много играла. Я сама что-то вышивала, лепила, я делала какую-то мебель, я сама шила игрушкам платье. Я была настолько в этом процессе. Вот абсолютно для меня другого мира не существовало внешнего. Когда я выросла, и у меня уже начало переходить в подростковый возраст, и я начала терять связь с этим миром, то есть я поняла, что мне уже не так интересно возить колясочку с куколками. Это был вот стресс. Вот это вот я действительно тяжело это пережила в момент взросления. Такая закрытая-то была сама в суби. Да, да. Мне вообще ничего не нужно было. Мне вот мои игрушки, моя комната, чтобы меня не трогали, и счастливое было время. Как вы сказали, что селфу? Нельзя сказать, но меня невозможно было вытащить из дома, и мама даже специально говорила, что давала мне задание куда-то проехаться к бабушке, чтобы я хоть, я боялась делать пересадки в метро, общественного транспорта. Ну то есть я вообще могла дома сидеть, и вот мама это подметила. И специально мне даже, я ушла после девятого класса со школы, я поступила в техникум, и мама выбрала его так подальше от дома, чтобы можно. А с чем это повязано? С тем, что ты такая была тепличная, тепличная дитина? Да, наверное. Подростковый период, мама очень меня поддержала, потому что я, знаешь, у каждого он проходит как-то по-своему. Вот я, допустим, много плакала, по разным поводам, и без поводов. Вот я могла, мне просто вот могло захотеться поплакать, я приходила к маме, говорю, мам, мне хочется плакать. Ну давай мы плачем. Я плакала, мне становилось легче. Я считаю это, знаешь, идеально. Я не курила, не уходила гулять поздно, ничего такого не было. Я просто плакала. А чего плакала? Ну вот у детей, у них же, ну, меняется гормональная система, и это период для них очень эмоционально такой сложный. Вот я, допустим, каждый просто переживает его по-своему. Кто-то там ссорится с родителями. Вот я, допустим, плакала. Я вообще была очень стеснительная, очень такая девочка. Хотела сюда, да, вот куда-то спрятаться, убежать. Даже сейчас для меня это не просто вот интервью, не выход из зоны комфорта, а просто вылет из зоны комфорта. Потому что я спокойно бы вообще сейчас бы осталась дома, на самом деле. Я не хочу давать никакие интервью. Я не хочу там отвечать ни на какие вопросы. Но тем не менее я вижу, что это кому-то важно, кому-то нужно, потому что мне пишут люди в Инстаграм. Вот. Они все время задают мне какие-то вопросы. Они просят, чтобы я что-то опубликовала на какую-то тему. Я знаю, чого это вертует, потому что это реально перший интервью Настя, взагалі перший такий публічний вихід. Потому что до этого были только какие-то интервью в журнале, в одном, в нашем, украинском, а для західной прессы. Да, да. Все. Ну, все другого вертует. Так что, будь ласка, поставьте зараз лайк, чтобы это видео побачили все. Какая методика виховання в твоих батьках была? И какой приклад они тебе подавали в семейном жизни? Мои родители, они разошлись очень рано. Я не помню примера. Я вообще очень много времени проводила со своим дедушкой и бабушкой. Во многом я, наверное, взяла модель отношений их. Дедушка всегда становилась на сторону бабушки. Всегда защищала ее точку зрения. А бабушка всегда оберегала его свободное время. Она всегда делала акцент на том, что если дедушка пошел думать и работать, его трогать нельзя. С таким уважением, да. И когда мы встретились с Алексеем, я помню, он это отметил, да, что я всегда с уважением, потому что с его деятельностью, с его временем. Какая мета в тебе была в детстве? Про что ты мряла? Про створение семьи, про реализацию себя в карьере, про материнство? Что ты взагалі планувала в своем жизни? Ничего не планировала. Когда уже подросла, я поняла, ну, я осознавала, что, наверное, все-таки материнство – это не мое. И замуж я не хочу. И я бы вполне абсолютно замуж бы и не выходила. И мне было бы абсолютно спокойно, на самом деле. И только сейчас, когда у меня, да, уже есть ребенок, я могу сказать, что это огромное счастье быть мамой. Но до этого мне было абсолютно все равно. Как у отношений с парнями в тебе все складалось? И на тот час, до какого века, ты взагалі не думала про отношения с парнями? Ну, что-то такое было. Честно говоря, уже у меня, знаешь, как вот закрываются определенные этапы. И я вообще не возвращаюсь к прошлому. Нерозділенное кохание, памятаешь? Мені здається, що можна все забути, а вот про нерозділеное кохання не було. Ні, мені такого не було. Ні разу. Мені, мені здається, це не моя тема. Чому? Ні в цьому виплощенні. Не знаю. Ні разу не було так, що мені ктось нравився, а я йому при цьому нету. Тобто в тебе саму ж було все взаємно? Да, да. Но мне очень тяжело понравиться. Я не могла сказать, що там прям много было случаев. Хто твої кумири були? Який типаж чоловіка тобі вот пасував, тобі подобався зразу? Що тебе могло підкорити? Популярність могла тебе підкорити? Що людина популярна, вона публична і вона всім подобається? Та ні, мабуть. Чесно, не було навіть такого. Серйозно? У всіх моїх друзей, знайомих, завжди висіли якісь плакати в кімнаті. У мене не було ні одного. Я пам'ятаю, один плакат з котиками, календарь, все. Це все, що висело в моїй кімнаті, і все. Більше нічого. Програма називається «Без комплексів». Не можна запитати про це. Чи ти сама в відображенній дзеркалі собі подобалась, чи, можливо, через це ти і себе скривала? У мене були к тебе претензії, я пам'ятаю. Що не подобалось? У мене астонічне телосложення, і тому я все время слухала свій адрес, що треба багато кушати, ти що не доїдаєш, тебе мама не кормить. Ну, всякі такі речі. Мені було, звісно, неприємно це слухати. Тільки зараз я вже виросла, і я поняла, скажімо, достоинства цього. Мені, допустим, не нравились мої волоси торчащі. Мені говорили взрывно-макаронні фабрики, да? Мені казалось, що їх трохи багато, що не трохи пішні. Все время хотілося їх розпрямити, уложити. Якщо виділити пару людей або, можливо, одну людину, хто вплинув на становлення тебе як особистості? Мені, по-многому, бабуся з дедушкою. Бабуся ми дуже багато проводили в місті в реміні, тому що я багато болела в діттві, і в основному я жила з нею в цей момент. Десь 7 років мене на все лето віддавали на дачу місті з нею. Вона завжди училася в цьому моменті, у мені самые теплі воспоминання об цих наших совместних перебуваннях. Именно вона, кстати, во многом приучала мене к такому патриотизму, к Україні. Несмотря на то, що вона сама із России, вона родилась в Анапі. Но именно вона с такою любов'ю рассказывала мене про Україну. І я помню, коли вона говорила, що… «Ты знаєш, що він наш президент, а? Стыдно не знає, який той президент в країні». Вона сама никогда не говорила на українському, я не помню. Но меня всегда, так скажем, подталкивало. Мовне питання, Настя. Як ти ставишся до того, що в суспільстві це вже такий тригер? Якщо ти говориш російською мовою, то ти говориш мовою окупанта. Олексій також говорить у всіх ефірах російською мовою. Як ставишся до мовного питання в Україні? Если говорить именно про меня, то я использую сейчас 50 на 50. Так как это моё первое в жизни интервью, то, наверное, мне комфортнее говорить на російському. Потому что я с рождения говорю на этом языке, на этом языке говорили со мной мои родители. Я не планирую исключительно приходить на український язык, хотя я поддерживаю и всячески уважаю людей, которые для себя такое решение приняли. Тем более, что, опять же, я понимаю людей, у которых есть конкретная связь, русский язык, мова, язык оккупанта. Но у меня такой связи нет. То есть это мой язык. Это не чей-то язык, которым я пользуюсь. Это конкретно мой язык. Когда мы уезжали за границу два месяца, я говорила исключительно на украинском языке. Потому что это все свои. И ты так понимаешь, что у тебя окружают свои. Ты говоришь про то, что хворила много в детстве. С чем связаны эти проблемы со здоровьем? Во многом они были связаны, в том числе, со школой. Потому что я не хотела ходить на определенные уроки к определенным учителям. И, наверное, это отличная реакция организма. Я болела прям долго, могла болеть по две, по три недели обычным гриппом. И воспаление легких у меня было один раз. Два с половиной месяца я тусила с бабушкой. Самое лучшее время в моей жизни. А что не так с этими выкладачами? Чего было некомфортно? Смотри, у меня были в школе хорошие предметы. На которые ты прям как в припрыжку идешь. И очень комфортные были учителя. Но были учителя и с такими тираническими проявлениями, с которыми было сложно. Ты идешь, ты боишься. Все это, естественно, влияет на успеваемость. У меня вообще четкая зависимость. Если мне предмет нравится, если учитель хороший, то у меня и оценки хорошие, и успеваемость по этому предмету. Допустим, я просто обожала физику, очень любила физику, потому что там очень долгое время был с таким мягким характером мужчина-преподаватель, пока его не выжили, женский коллектив. И как только пришла новая учительница, у меня испортилась успеваемость, и пропал интерес. Встреча с Алексеем. Чи уже ты была сформована так, особистість? Чего ты хотела от этого життя? Какие у тебя были планы на момент, когда вы познакомились? Не было планов выходить замуж точно. И не было даже планов серьезных отношений, потому что как раз закончились мои предыдущие отношения. Когда мы встретились, все очень резко поменялось, потому что это уже было серьезно. С первой нашей встречи было понятно, что это уже прям серьезно. Сколько тебе было лет? Мне было, наверное, 25 или 26 лет. Ну, это уже таки досить сведомый век. Да. Ты на тот момент чем занималась? Чи психология в твоем жизни, насколько она была присутствия? Потому что, насколько я знаю, вы познакомились именно на курсах с психологией, именно у Алексея. То есть ты купила курс и пришла? Нет, я никого не покупала. Как он отбросился? Моя подружка пригласила меня, потому что она с Алексеем была знакома, и она на его занятия уже ходила. У Алексея уже на тот момент была его школа «Оперон». И когда она мне предложила сходить, посмотреть, познакомиться, я не отказалась, потому что как раз был период, когда чувствовала жажду в каких-то новых знаниях. Я пошла. Она тебя пригласила. До этого ты знала, кто такой Алексей Арестович? До этого я уже встречалась с компанией, которая учится у Алексея. То есть, опять же, через мою подругу. И там очень много его хвалили, очень много про него рассказывали. И у меня даже сложилось такое впечатление, что какой-то здесь перебор, что здесь прям так любят Алексея, что здесь странные сектантские какие-то такие мотивы. Я помню, что как раз вышло его интервью. Одно из таких знаменитых интервью. И мы были с мамой на кухне. Я сказала, что к вот этому человеку я скоро иду на занятия. Что сказала мама? Какой красивый и умный. Вот что-то такое. А ты взагалі, как до зовнішности человека ставишься? Для тебя это важливо? Нет, скажем, хорошо, что так совпало. Да. Но я не могу сказать, что это прям супер такое обязательное условие. Нет. Ну совпало, хорошо, я не жалуюсь. Так, ты подавилась интервью с Алексеем по телепаченню. Я не смотрела его. Ну, оно просто мелькнуло. На фоне. Знаешь, оно мелькнуло буквально. Я не знала, что-то военное, это было политическое. Ты политику не цікавилась? Нет. Твоё первое впечатление, когда ты побачила? Вот пришла. Выкладач. Цікавый. Ведомый. Я очень нервничала в тот день, потому что меня предупредили, что опаздывать нельзя. День по порядку. Да. Не хорошо опаздывать к Алексею ни в коем случае. И я очень спешила. Помню ещё, как не могла найти место на парковке. Жутко нервничала. Сейчас думаю, опоздаю. Кошмар. А что в голову? Я не знаю. Штраф? Не знаю. Не знаю. Не знаю. И я пришла вовремя. Алексей опоздал. Причём он так нормально опоздал. На целых, по-моему, 15 минут. Помню, что я уже тогда подумала, что опаздывать нельзя. При этом он опаздывает. Что-то здесь не то. Что? Я шла настороженно, на самом деле. С таким скептицизмом. Я помню, как я сидела с такой мыслью, давай удиви меня. Но когда он зашёл, вот по взгляду, только наши взгляды встретились. И я даже не знаю, как это объяснить. Просто вот понимаешь, что это человек твой. И что тебе вразило? От перши в эти хвилину, тобто, тебе сподобалось? Что самое? Во-первых, информация, которую он давал. Она была, скажем, эксклюзивная. Я такого на тот момент ещё не встречала. Какое-то упражнение было. И мы как-то так встали в круг. И надо было положить руки на друг друга, приобнять. И он положил мне руку на шею. И прям хорошенько так обнял. И я вот так. Ты уже ведь чула. Да, я уже поняла, что есть какое-то серьёзное намерение. Ну, ты же знаешь, как это бывает? Выкладач сам выбирает для себя жертву, кто ему подобается. То есть он сразу тебя пометил и начался как-то симпатизировать. Да, ну я скажу, что мы практически не расставались уже с тех пор. Ну, первое занятие. Вы разом. Что потом? Он до тебя подошёл сразу после первого занятия познакомиться или как? Да. Как только оно закончилось, я вышла. Была зима. Это было февраль. Это было 6-ое число. У меня ещё была такая курточка расстёгнутая. Он подошёл ко мне, застегнул. Сказал, холодно. Да. И предложил сходить в кафе. Да. Тебе это ніяк не насторожило? Потому что тут сектантство как-то все. Нет. Во-первых, я сразу поняла, почему его так уважают. Ну, то есть мне стало понятно, что это не совсем из раздела секты. Ты говоришь про то, что очень сложно тебя зацикавить и подкорить человеку. А тут выходит первое занятие. Олексій предлагает тебе выпить кафе и ты погодишься. Да. Это была больше твоя зацикавленность в нём как в человеке, или просто в выкладочеве, с которой можно еще поговорить на теме психологии? Знаешь, я помню свое состояние тогда, как не совсем адекватное. На самом деле. Это тот случай, когда судьба просто тебя подхватывает и куда-то несёт. И ты мало чем управляешь. Просто ты знаешь, что тебе нужно вот идти, встретиться. Во-первых, все-таки это был Алексей, он уже был по телевизору. Он старше, да? То есть это уже мужчина. Я раньше не имела дело. Обычно ты имела дело со сверстниками. У вас ризница сколько? 12? 12. Тобто ты доверилась, как досвеченней, уже авторитетной человеке. И что было на кафе? Потому что Алексей говорит, что после первой кафе он тебе запропонировал выйти за него замуж. Что это правда? Тогда на той встрече он предложил, чтобы у нас был роман. Он так и сказал. Да, он так сказал. Я хочу, чтобы у нас был роман. Ну, это как-то, знаешь, не сучасно. Давай у нас будет роман. Да. Ну вот, зато очень настойчиво. И очень было в этом много, знаешь, мужественности такой настоящей, по которой, возможно, даже я скучала и какой, может быть, я не знала. Потому что в основном мужчины встречались, они такие более известные женщины. Вот они переспрашивали много там, как-то ответственность перекладывали. Алексей как себя показал? Он сразу говорит так. Будет так и так уже. И тебе сразу легко, потому что за тебя уже решили. Вот. И, власне, на пропозицию романа, что ты ответила? Это тебе забентежило, мабуть? Ой, я помню, я зависла вообще на этом вопросе. Ну, как вся встреча закончилась? Додому провожала? Да. Ну, мы были на двух машинах, поэтому он меня сопроводил кортежем таким. Ну, а потом уже, на самом деле, началась война уже, да? То есть вы в 14-м познакомились? Да. Ну, это как раз самая активная фаза, вот когда у нас захватывали Донецкую, Луганскую область. А тебе не здивувало, что так швидко человек вирішив запропонувати тебе роман? Как правило, это очень осторожить женщину, потому что, значит, он каждого дня пропонует. Я думала об этом, потому что по Алексею было, и тогда понятно, что он пользуется популярностью. Но я всегда, знаешь, считала себя какой-то особенной. И что со мной так быть не может, а со мной действительно так никогда и не было. Ну, я не попадала в такие ситуации, как мы говорили с тобой, да, там, неразделенная любовь. Меня никто не бросал, никакой неразделенной любви, никаких вот таких вот страстей в моей жизни не было. Я себе решила, я тогда это так поняла, но я это так и чувствовала, на самом деле, что это серьезное намерение именно в мою сторону. Как он пояснив свое зацікавление, что саме его вразило в тебе? Как он пояснив, мне подобаешься, ты зови, мимоверно. Что еще? Как он тебя видит? Когда он меня увидел, ну, вот как он это рассказывает, что когда он меня увидел, он понял, что я ему уже являлась, мой образ ему являлся уже в 7 лет. Ты маешь на увазе у весни, або он себе намалювался? Нет, наяву, да, он где-то прогуливался. Кстати, он мне его рисовал потом в нотатках в айфоне, в общих чертах, как это выглядело. Он говорит, что это точно была девушка с вот такой вот копной, как бы. Он сразу понял, что это я. И еще ты ему поверила, сказала так, роман будет. Ну, я не помню, что я сказала, да, у нас будет роман. Нет, как-то все более было естественно. Как развивался далі ваші відносини після першої зустрічі? Через какое-то время я уволилась с работы, я тогда работала в ІТ. Мы вместе начали ездить в АТО. Алексей первый, кто начал заниматься волонтеркой в этой стране, мне кажется. И когда это все началось, он собирал гуманитарку и отвозил. И мы вместе это делали. Я ездила вместе с ним. У вас такие отношения начались? Да. Тут война в стране, он просто поглиблюет всю эту публичную сферу политическую и так далее. У меня тогда была такая роль интересная, боевая подруга, потому что я, во-первых, везде его сопровождала. Мы очень много времени проводили вместе. Я вместе с ним ездила. Но это, наоборот, нас очень сильно сблизило. Чемо было тебе страшно? Страшно мне вообще не было. Все мои страхи сейчас связаны с тем, что я стала мамой. Потому что тогда я помню даже эпизод, как мы заезжали в оккупированный Краматорск. Привозили тогда на аэродром, привозили воду, бинокли, что-то такое военное. Я уже плохо помню. И вообще мне не было страшно. Ты человек, которая вообще не интересовалась политикой до встречи с Алексеем. Чи начала ты уже интересоваться и как-то понимать, ориентироваться, что происходит в стране? Сейчас, наверное, да. Само сейчас? Да, потому что это больше связано с тем, что мне тоже нужно понимать, ориентироваться, что у нас происходит. нас ждет ближайшее будущее, какое-то дальнее. Сложно сказать всем, но вот ближайшее, да. Но я не могу сказать, что это прям зона моих интересов. В общих чертах, чтобы быть в курсе событий, да. Как долго в «Разум» ездила в АТО? Наверное, до двух лет. Может, даже полтора года вот так. Я уже забеременела. Сейчас полтора года я уже перестала ездить. Сразу почула жить разом? Нет, не сразу. Через какое-то время. До чего ты с батьками жила? У меня была квартира. Но я предпочитала жить все равно с мамочкой. Потому что это всегда проще. Всегда есть еда и компания. Но в итоге я все-таки переехала. Я съехала на свою квартиру отдельно. Потом, впоследствии, мы уже там жили какое-то время. Пока Саша не родился. Через какого времени вы съехались разом? Где-то, может через полгода. Мы очень много путешествовали, ездили. И фактически мы сразу вместе уже много времени. А с приводу веселья, когда поступила пропозиция «Руки и сердце»? Потому что все-таки на каве тебе запропонували? Это под час какого-то побачивания? Это было предложение о романе. О романе. Да. Через какое-то время, может через недели-две. Это было в подъезде. И возле моей двери Алексей встал на колено. Ого! Да. И сделал предложение. Через два тижня после знакомства Настей. Да, это где-то так. Как ты так его подкорила? Что ты сделала? Заворужила? Не знаю. Это, мне кажется, просто Алексей такой человек. Он знает, чего он хочет? Да. И он это просто берет. Ну, ты же закохала сразу? Да. И ему сказала так? Да. Но он до сих пор делает мне предложения. Каждый раз. Я как-то красиво оденусь. Вот он может сказать. Ты выйдешь за меня замуж. А ну расскажи, вот який это человек? Он часто делает тебе комплименты? Чи хочет он у ответ чути такие же комплименты? Чи он больше? Я думаю, да. Ну я тоже ему говорю, что он красивый. Что он красиво оделся, что он красиво выглядит. Как вы святкували веселья и где это было? Мы поехали на машине в Грецию. И мы тогда очень хорошо по Греции поездили. Вообще была еще романтическая поездка. Чи не было у тебя каких-то опасений, что он популярный, он подобается женщинам, он, верно, он хороший человек? Чи видела ты эти взгляды и как до этого ставилась? Я знаю, что ему могут написать, что делают комплименты, очень много видео снимают подобного плана тематических. Я нормально к этому отношусь, потому что я вообще не ревнивый человек. Не ревнивый? Нет, совсем не ревнивый. Ну главное и повода не давать. Я могу быть сколько угодно неревнивый, но если человек дает повод, то ты все равно на это будешь обращать внимание. Вот Алексей не дает никаких поводов. И ты можешь даже какие-то переписки сам почитать и взять? Нет, я не читаю переписки. Если что-то прямо пишут, что можно посмеяться, то он мне сам покажет. Сейчас, конечно, разное приходит. Но мы про это еще поговорим. С привода ревнощей от него? Чи он тебя ревнует? Мне кажется, что вообще ревность есть там, где для нее есть почва. У нас такого нету, потому что нам в этом плане повезло, нам друг друга достаточно и мы закрываем все моменты и нет смысла в каких-то там взглядах на сторону. Но я предполагаю, знаю, что Алексей в этом плане очень жесткий. Это его и своего не делится. Просто у нас таких поводов нет. Да. Ты допускаешь, что в протяжении 10 лет вашего семейного життя, что, возможно, так будет и ты, в принципе, это допускаешь? Потому что это человек и так далее, он интересен. Ты знаешь, нужно смотреть в контексте. То, что человек может встретить другого человека и любить другого человека, безусловно, да, почему нет? Такое случается для жизни. Я отношусь к этому как к естественному процессу. До речи, у Алексея уже были два попередние шлюби. Ты про это знала, когда вы встретились? Да. И также двое детей, двое девочек. Как он тебе рассказал? И вообще, ты себе планировала встретиться с человеком, который уже имеет свою историю с семьей? Нет. Я не планировала такого. Более того, у нас был разговор с подружкой до нашей встречи. Я ее отговаривала от таких кавалеров. «Зачем тебе это нужно?» И вот сама бывала в такой ситуации. Но когда ты закохаешься, то что ты с этим делаешь? Вже ци принципы не работают? Нет. Чи знакома ты с предыдущими дружинами Алексея? Ви спілкуетесь? Это благодаря тебе или Алексею вы выстроили? Вибудовали такие нормальные, здоровые отношения? Это заслуга каждого человека. Как каждой жены, скажем так. Потому что все люди взрослые и все отдают себе отчет, что есть дети. И дети — это, скажем, первостепенная важность. Я не могу сказать, что мы каждый день общаемся. Но по делу мы можем спокойно обсуждать все. Но когда ты, например, про это узналася, ты как боролась со своими принципами? У меня не было прям принципа, знаешь, вот я точно не буду связывать свою жизнь с таким человеком. Я уже по ходу подстраивалась. И себя тоже подстраивала, а в каком-то смысле я просто работала с собой. Первое время было сложно. Я помню, как мы даже отдыхали, и были все дети, и соответственно все мамы детей. Первый раз это был стресс. Ну а потом ты просто растешь над собой. Опять же, я уже тогда занималась психологией и работала с собой в этом направлении. И выстраивала отношения и с детьми в том числе. То есть это был такой отдых, когда два предыдущих шлюб, да? Дружины, дети, ты, я даже не удивляю, я бы не смогла. Честно тебе скажу, я бы не смогла. Ну, приходилось ради разных, я искала, знаешь, мотивации. Ради Алексея, ради себя, ради детей. Потому что дети это все равно то, что будет на первом месте. Женщины, они могут и меняться. А дети это будет всегда выбор в пользу их. С кемось радилась с мамой? Мама твоя найкращая подружка? Тут делилась? У меня были сомнения, стоит ли мне вообще, знаешь, связываться в эту историю. Мама меня тогда поддержала. Она сказала, надо как минимум пробовать. У моей мамы, Алексея, у них сразу, мне кажется, завязалась такая связь. Коннект произошел. Алексей часто говорит, что если бы он не женился на мне, он женился бы на моей маме. Серьезно? Да. Алексей, вы чувствуете, что ты постоянно сомневаешься, колеблешься? Я думаю, да. Как? Я не могу сказать, что я сомневалась или колебалась. Это были просто какие-то сложные… Я в тот период вообще очень сильно росла над собой. Я очень сильно менялась. Потому что в начале наших отношений мне вообще казалось, что попала в мясорубку. Потому что было сложно и мне нужно было подстраиваться под уровень Алексея. Потому что у него уже была определенная психологическая подготовка. И сейчас нам уже абсолютно комфортно вместе. А тогда некоторые вещи… Он как-то мог сказать. Меня что-то могло задеть. Он мог что-то сделать. У меня было много вопросов. И я просто не была готова, скажем так, к таким отношениям. Потому что это уже взрослый человек. И это не какое-то там встречание обычное, да? Ты вернулся до допомоги психолога в тот момент? Нет. К сожалению. Я не вижу в этом ничего зазорного. У меня уже позже было очень много часов психотерапии моей личной. Но тогда нет. И как справлялась? Как та трансформація? За допомогою чего ты смогла все-таки подложиться и настроить себя на нормальный внутренний лад? Ну, во-первых, было желание, что я все-таки хочу оставаться в этих отношениях. Значит, что-то нужно делать. Я начала просто, во-первых, отслеживать, на каких моментах мы расходимся. Какие моменты меня задевают. Анализировать, почему это меня задевает. Почему он, скажем, говорит какие-то вещи, которые не есть обидными. Мне вот я прям плохо себя чувствую. И Алексей в этом плане, он вообще идеально просто подсветил кучу недостатков. Ну, как условно говоря. Которые мы потом... Которые не то, что мы потом, а я потом работала с каждым отдельно. Ты понимаешь, что на УАЗе недостатки, это со своей стороны? Ну... Да, я могу... Ну, вот, допустим, да, пример. Я очень человек такой сомнительный. Я долго решаюсь, на что-то сомневаюсь. Я уже сразумила. Семи сети порыворим, знаете. Ну, да. И... Ну, это еще ладно, да. Но когда это в быту, я понимаю, что это может раздражать. И у меня были много таких моментов, когда я могла зависнуть в решении. И Алексей тогда мне очень четко давал понять, что так вести себя неконструктивно. И я могла обидеться. Вот, закрыться. И первое время я так и делала. Вот, но потом я отследила, что это определенная ситуация, которая постоянно повторяется. И что, может быть, дело во мне. Честно говоря, мне же тоже некомфортно, да? Когда ты затягиваешь что-то, вот, долго принимаешь какое-то решение. Вот, поэтому я начала делать все гораздо быстрее. И конфликты на этой почве у нас ушли. И мне стало, конечно, ну... Легче. Конечно. Есть другой формат отношений, да? Есть отдельно отношения, там, где ты платишь, платишь деньги, и тебе такое рассказывают. Когда это близкий человек, это совершенно по-другому воспринимается. Такого у нас не было. Счет ТБ дротувало в нем. Меня ничего не раздражает. Не раздражало и сейчас не раздражает. Это прям уникальный случай. Сама себе не верю даже, что такое возможно. Но в этом человеке меня не раздражает ничего. Ну, знаешь, меня первое время раздражала его легкость. Потому что я не такой легкий человек на подъем. Мне нужно много условий соблюсти. Что все должно быть по расписанию. А Алексей, он очень легко меняет направление. И вообще очень… Ты знаешь, когда мы только начинали встречаться, меня поражало то, что он может лежать на диване в разгар рабочего дня и читать. Меня удивляло это. Потому что у меня все время должно было быть четко занято. Я прям лежала вот рядышком, да? Мне было дискомфортно. Потому что там за окном идет жизнь. А ты тут лежишь на диване. Я помню, насколько сильно он меня вообще остановил. Вот эту мою спешку. Вот этот… Когда ты все время куда-то бежишь. Очень сильно затормозил меня. И вообще, конечно, сейчас в этом плане другой человек. Видишь, хочу вспомнить недостаток. И вспоминаю только достоинство. Доброе. Вин свои недолики как-то узнавал. Чи были недолики только в тебе? Ну, я имею в виду, что ростил. Треба было только тебе. А ему, например, может он вважал, что не треба. Какая-то притирка отношений все равно была. Да, потому что я требую к себе определенного отношения всегда. Мне важно, чтобы это максимальное уважение. Вот, что я уважаю людей. И я хочу, чтобы ко мне так относились. Я вот сразу, сходу прямо говорю, если что-то не так. Спасибо большое, Алексей, что он прислушивается. Все, если идет договор, значит четко должно идти соблюдение условий. Угу. А тебе постоянно подложить? То есть нужно было через какие-то графики? Да? Тогда, да. Ну, потому что тогда уже были интервью, поездки и какие-то рабочие моменты. Ты можешь сказать, что про своё життя, свою особистую карьеру и так далее, ты призупнила и полностью посвятила? Тогда, да. С работы с огромным удовольствием. Я десять лет проработала. Айти? Нет, я работала в разных сферах. Я начинала с рекламного бизнеса, ивент бизнеса. И когда я уходила, я уходила из компании, которая занималась айти. И ушла с, я же говорю, с огромным удовольствием. Потому что работа такого плана, как каждый день, там, с девяти до шести — это не моё просто. Хорошо, что встречался Алексей очень вовремя. И у меня такая возможность возникла. А как ты, как девчина, которая десять лет сама зарабатывала деньги, работала, и тут появляется Алексей, и ты, можно сказать, вот эти достигаторства свои полишаешь, и как в финансовом плане, как вы договорились, он сразу сказал, я беру все на себя. Я человек, и ты должен быть как боевая подруга, как ты сказала. Он так не сказал, но он так сделал. Мне не приходилось прямо просить деньги. Такой ситуации не было ни разу. Он всегда давал их сам. И первое время было сложно. Потому что у меня не было модели отношений такого плана, где мужчина обеспечивает женщину. А потом тебе было это комфортно, насколько ты до этого звыкла. И как людина, которая всегда работала, можно было бы… Ну, я какое-то время привыкала. Мы даже договорились, что вот есть ящичек, где будут лежать деньги, и мне не надо будет их просить. Процесс вот этого, как ты просишь, ну мне тяжело давалось. Сейчас, конечно, с этим проблем нет, но тогда тяжело. Конечно, когда ты сам себя обеспечиваешь. Я как только начала работать, я пошла на работу в 17 лет уже. Я уже тогда полностью абсолютно обеспечивала себя всем. Квартиру, машину кто купил сама? Машину мне подарил мой дедушка. Ну, опять же, ремонт, заправить машину, все. На это все я сама зарабатывала уже. А как ты взагалі спочатку планувала бачення вот в цьом финансах? Насколько для тебя заможный человек – это важливо? И, в принципе, деньги – это важливо. Мати их, вытрачать. Нельзя сказать, что для меня это не важно. Это важно, конечно. И деньги – это важно. Но у меня никогда не было прям фокуса на том, что мужчина должен быть исключительно там богатый с деньгами. Опять же говорю, мне повезло. Алексей тогда, когда мы встретились, он неплохо зарабатывал. Это не были какие-то там огромные деньги, но все равно это было комфортное существование, которое мы путешествовали много. И у меня, в принципе, по жизни нет фокуса на деньгах, что они обязательно должны быть. Но, тем не менее, я точно знаю, что они… что я их дам, что я их хочу, что я их достойна, что у меня есть идеи, что они у меня будут. Ну, и о том, что они у меня есть. У меня нет страха не иметь денег. И никогда не было. У меня есть какая-то внутренняя установка, что у меня с деньгами все окей. А на что вытрачала в первую очередь? На что потребность? Когда еще? Ну, так, так. На баночки. Мне всегда мама говорила, зачем тебе столько баночек? Косметологичных? Косметика, да. Очень много я покупала мне там для волос, для лица, для тела. Да. Это шалене кошты. Да. Все разумимые, так? Клопцы. Что еще? Какие-то минимальные путешествия были. На машине очень много ездили мы. Как до брендов? Люкс? Положительно. Чего же это для тебя? Не могу сказать, что для меня это первостепенно важно. Потому что я прожила большую часть своей жизни без брендов. И нормально себя чувствовала. Но сейчас, когда у меня есть какие-то вещи, это, конечно же, имеет значение. Были такие моменты, когда, например, не было денег, вот когда вы уже разом с Олексием. И как в этом тебе было комфортно или не комфортно? Были такие моменты, когда они практически заканчивались. Потому что был период, когда он пошел на контракт. И он, соответственно, не зарабатывал. И я не работала, потому что Саша был совсем маленький. Я даже помню очень хорошо день, когда Алексей, перед тем, как уехать, он оставил определенную сумму денег. Я помню, у меня осталось 500 гривен. 500 гривен. И я думала, на что мне их потратить? И тут, в этот момент, вот как раз, когда я ехала за рулем, я думала... Мне пришла смс от моего массажиста. От девочки, которая... Я тогда ходила на массаж к ней. И говорит, ты хочешь, приходи на массаж. У меня время освободилось. А массаж стоил конкретно вот четко 500 гривен. Я думаю, так, знак, это нужно просто идти, тратить их на массаж. И пока я была на массаже, написала Алексею, что ему дали там какой-то очень большой долг старый. И, на самом деле, да, это так и работает. Я же говорю, что я вот в плане денег, я не переживаю. Ты говоришь про то, что Алексей пішел на контракт. Это сейчас мы говорим про який период? По-моему, 18 лет. 2018, когда он пішел в розвитку. Правильно я понимаю? В зону АТО. Да. Он говорит про свой опыт, 33 выхода, військовые выходы. Не все этому верят. Розкажи, что это был за период, именно для тебя, как для дружины, и насколько он был травматичным для ваших отношений? 33 выхода – это фигура речи была. Понятно, что Алексей не делал себе зарубку каждый раз при каждом выходе, не считал их. Мне кажется, их даже могло быть вполне и больше. Если бы не было 33 выходов, было бы что-то другое. То есть если человек чем-то не нравится, это обычная реакция таких людей. Повод им особенно не нужен. То есть они всегда найдут в чему. А я думаю, что почему именно этому факту не верят? От докопались именно к этому? Не знаю, потому что звучит, наверное, может там цифра какая-то какая-то, или большая, или наоборот маленькая, не знаю. Кто-то говорит о том, что еще нет доказательств. То есть боевых товарищей там остался один, другий, что это войсковая таймница. То есть проверить неможливо, был или не был. Не знаю. Как ты думал? Ну, во-первых, я была там, и я лично это видела. Мне достаточно того, что я знаю, что это правда. Во-вторых, видели люди те, которые просто не хотят в этом участвовать. Я их прекрасно понимаю. Они могли подтвердить, но какой в этом смысл? То есть это люди не публичные. Он же не ходил исключительно с блогерами на эти условно 33 выхода, правильно? Это все люди не публичные. Это люди, которым не нужны никакие доказательства, которые так это все знают прекрасно. Алексей совсем не тот человек, который будет искать оправдания и кому-то что-то доказывать. Сколько он был отсутствием в 2018 году? Он принял для себя решение? Он вообще с тобой радился? Я не помню, чтобы он со мной советовался. Я помню, что он принял решение и сказал, я иду. Ну, так это и бывает с Алексеем. Это такая непредсказуемая часть нашей жизни. Злилося на него это решение? Нет. На самом деле, когда я выходила замуж, я же знала, за кого я замуж выхожу. Я знала, что этот человек все равно он военный и в стране война. То есть в этом плане никаких сюрпризов. На что злиться? На то, что человек идет защищать страну? Или то, что он считает, что для него это является важным в его жизни? Как ты на это реагировала? Я вообще все, что связано с Алексеем, всегда принимаю как факт. Потому что если он что-то решил, значит так нужно, значит для него сейчас это важным является. Сколько тривался этот процесс, этот период? Где-то полгода. Просто зараз багато україночок чекаю своих чоловьев, братьев, синев иногда даже, с фронта. И как, невероятно, что это те же самые почутки, те же самые эмоции, когда ты тогда переживала, когда Алексей пішел в развитие в 2018 году. Как ты себя бадьорила, оптимистично налаштовила, потому что были шанси, что он не вернется? Да. Пропадал. 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 Про то, про что я знаю, да? То, что является известным. Когда был подрыв на мине, это было, скажем, очень опасно. Но я узнала об этом уже, когда это случилось. Но он также говорил про то, что никто из его боевых товарищей не выжил. Выжил только он сам. Нет, там еще выжил один человек. Я, знаешь, доверяю жизни. И если говорить конкретно про Алексея, все-таки у меня было ощущение, что с ним будет все хорошо. Нет. Его мало что меняет. Он вообще с тобой делится тем, что у него происходит в середине, что он пережил? Чи это больше, ну так, очень стриманность у вас в этом плане, в отношениях? Если меня что-то беспокоит, то я об этом буду говорить. Я, в принципе, ничего в себе не держу. Но я могу спросить, если я вижу, что Алексей чем-то озабочен, я могу спросить, что не так, он мне расскажет. Знаешь, мне когда сказал психолог, что идеальные отношения, например, уявить человек и женщина – это коло. Когда больше коло – это человек, а где-то меньше коло – это женщина. Скажи, насколько сложно тебе с таким темпом идти за тим первым колом? Я маю на увазі за Алексеем. Тобто, он очень быстро идет вперед. Чи тебе лично это дает такой дискомфорт? То есть, постоянно нужно развиваться. Ты вперед, вперед, чтобы нас догнать. Я тоже много занимаюсь своей жизнью. У меня есть какая-то зона интересов. Я не могу сказать, что я сиду и смотрю за Алексеем с мыслями, что так, пора, пора, пора что-то с тобой делать, а то, чувствую, не успею. Нет, такого нет. Что зараз ты робишь, потому что я бачила в тебе певный простир, зустречи с девчатами, певни мастер-классы. Что это за идеальность? Пару лет назад у нас с девочками, нас трое, возникла идея создать такое место. Изначально мы думали это сделать в Киеве, потом оно расширилось на Украину, на территории Украины, и теперь это вообще несколько стран. Идея была какая? Все жаловались приблизительно на одно, что нет людей, с которыми ты можешь обсудить, поговорить на какие-то темы психологические, что ты понимаешь, что ты видишь как-то мир по-другому, что таких людей мало, общаться не с кем. И мы решили сделать такое пространство, где мы таких людей собрали, создали там определенную атмосферу. Мы приглашаем туда разных специалистов, мастеров. Этот проект популярный сейчас, во время войны. Потому что таких людей набагато больше стало, которым нужна психологическая поддержка. Да, изначально это было закрытое пространство. Мы, когда началась война, сделали, скажем так, открыли двери, добавилось очень много людей. Мы приглашали профильных специалистов, которые вот именно знают, как именно вот в эти периоды общаться и поддерживать людей. Потому что это очень важно, что это не просто психология, а именно это ориентировано на такие времена психологии. И в будущем это… Мы сейчас развиваем это. В будущем это… Мы видим это как большой проект. Кто хочет узнать про простир, который организовывает Настя уже более двух лет, и потрапить в вашу команду, не только работать, а также быть клиентом, правильно я понимаю, то я думаю, что всю информацию можно узнать на Инстаграм-сторинке, подписывайтесь, будь ласка, до ней и быть членом этой команды. Твой человек говорит о том, что он подписан в Инстаграме только на тебя. Может быть, у него есть какой-то секретный аккаунт, который он еще наблюдает за каким-то другим? Я думаю, что у него просто на это нет времени. Когда ты завагитнила, как сказала про это Алексею? Чи это был сюрприз для вас? Чи вы планировали? Планировали, но для меня это все равно был сюрприз. Для него нет, у него уже был двойтей, он довольно спокойно отреагировал. Я вроде бы хотела, но все равно для меня это было каким-то шоком, когда я все-таки увидела эти две полоски. Беремный ходить мне вообще нравилось, честно. Вот я помню этот период как очень положительный. Таксикоз чуть-чуть был в самом начале, но он меня не сильно мучил. Народжение Саши, он был присутствием, перерезал поповину, или вообще, возможно, он где-то был на интервью. Нет, он присутствовал, он был со мной. И так как сам процесс родов, он не совсем гладко прошел, то ребенка положили ему как раз. Да, я помню, что там надо было ребенка, его уже достают, и его должны положить на тело. Его сразу отнесли, положили леж. Вот где-то есть фотография первая, которую он сфотографировал. Как изменилось жизнь с появлением Саши? Ваши отношения изменилось? Менялись, конечно, потому что ребенок вносит свои изменения в отношения. Сначала, пока я не начала эту тему серьезно заниматься, я была такой тревожной мамой. Хотя всю беременность я думала, что будет наоборот. Какое-то время мне прям тяжело было. Тяжело. Тяжко себя воспринимать как мама? Чи ты имеешь в виду, что выходит? Родился ребенок, а я как мама не родилась еще на этот момент. Я просто вспоминаю этот период, особенно первый год. И как я за все переживала, как я сильно нервничала. И, конечно, сейчас думаю, можно было бы и 70% сразу откинуть от этих моих переживаний. Ты имеешь в виду, переживала, хвилювалась за дитину, чтобы не захворела, чтобы не впала, чтобы не разбила что-то? Чи за что? Чи за втрату отношений и романтики у ваших? За что переживала? Я слишком сильно переключилась на ребенка. И, наверное, были ревнощи с боку Алексея? Потому что, как правило, психологи говорили? Нет, он просто говорил, что я думал, что ты все-таки будешь более адекватной мамой. Постепенно к своей адекватности материнской приходила. Во-первых, действительно было тяжело, потому что ты живешь абсолютно свободной жизнью. А тут ты уже должен, прям должен, должен. Я помню, когда я ложилась спать, подружка мне писала о том, что она только красится, делает макияж, чтобы идти гулять. Я думаю, почему так поздно, 8 часов? Ты куда соврала? Настолько перестроилась. Я ребенку посвятила 2,5 года полностью. Я с ним была, мне было это важно, мне для чего-то это было нужно. Вот мы жили на Голосеево тогда. Я помню, как много я гуляла с колясочкой. Помнила каждый камушек, каждый кустик. Настолько много времени, эти песочники. Я просто терпеть не могла уже все эти пейзажи. Знаешь, до мельчайших подробностей, которые я знала. А сейчас, когда я туда возвращаюсь, у меня такая ностальгия за этим временем. Ты же всю энергию в сына. А что ж залишалось человеку? Ну, тогда залишалось не дуже багато. Звідки? Откуда бы оно взялось? Очень сильно уставало. Сейчас, конечно, если бы это был второй ребенок, было бы уже совсем все по-другому. Ну, отчужение, певно, отбулося. Ну, говоришь же, если вот такая вот сумасшедшая мамочка, ну, это нормально. Был период, мне кажется, такой период мог быть, да. Ну, знаешь, несмотря на все эти передряги жизненные, у нас все равно были, сохранялись теплые отношения. Нельзя было сказать, что мы прям так сильно разошлись по своим делам. У меня ребенок, у него работа. Нет, такого не было. Няня была у вас? Она появилась как раз вот за так 3 года. Да. Это была твоя идея? Это я созрела на то, чтобы допустить кого-то к своему ребенку. Який Алексей, батько? Дуже гарный, наилепший батько. Как он помогает тебе с самого начала? Потому что этот процесс, действительно, один, два, три. Он помогал по мере возможностей, но, опять же, интервью, группы, занятия. Все равно его очень много отсутствовал. Ну, это... У меня ни к нему в этом плане никаких вопросов тогда не было. Потому что я понимала, что это объективно абсолютно. Когда мы были вместе, да, гулял, и меня отпускал куда-то сходить тоже. Для человека, который имеет две девочки, народжение хлопчика – это, мабуть, очень важная события. Как он изменился с появлением Зина? Когда мы еще встречались на стадии только начала нашего знакомства, он сказал, что у нас будет сын. Ну, когда я уже ходила беременная, то когда ты... Я вот его абсолютно понимаю в этом, потому что у него две дочки. Тебе кажется, что дочки – это прямо самое лучшее, что может случиться? Как я сейчас думаю, например, про сына, да? Вот у меня нет опыта иметь дочку. Мне кажется, что сыновья – это самое лучшее, что может случиться. Это именно с мамой, это имеет своего сыночка. И сыночки – это круто. Точно так же Леша думал про дочек. И у меня было ощущение, что он прямо ждет все-таки девочку. Потому что когда сказали о том, что будет сын, мне в какой-то момент показалось, что он как-то даже чуть напрягся. Сын – это что-то новенькое, новый опыт. Ну, в самом деле, какие методы вы используете? Что ты используешь, используешь Алексей? И, возможно, вы в чем сходитесь? А в чем суперсит? Ну, мы расходимся в том, что у меня должно быть все четко. Например? Режим у ребенка, что есть что-то лучше не употреблять каких-то продуктов. Какие-то передачи на Ютубе можно ограничивать. Ну, вот такие вот вещи. Алексей в этом плане более лояльный и более легкий. Вот он позволяет детям очень многое. Но он такой папа по неделям? Чи все-таки он больше присутствует в жизни своих детей? Ну, я думаю, что к Сашиному сожалению, наверное, не так, как ему бы хотелось. Потому что у нас Саша прям такой сыночек родительский. Он любит очень проводить время с мамой, папой. Нельзя сказать только в выходной. Потому что если есть возможность, Алексей его может забрать, поехать с ним погулять. То есть он хочет время провести с Сашей. Что для тебя в отношениях табу, что ты этого никак не принимаешь никогда? И ты пойдешь с этих отношений? Я уверен, что вы это говорили с Алексеем. Он это понимает так же, как и ты. Я бы не была никогда в отношениях, где мне рассказывают, как себя вести, что делать, указывать на какие-то, что я что-то должна. Я очень свободолюбивый человек и не люблю таких вещей, но, слава богу, Алексей таким не занимается. Ты знаешь, хотела запитать, ты вообще интервью с Алексеем погодживала. Ты сказала, что, Алексей, это мое первое интервью. Что думаешь? Радовалась? Как только ты написала, я у него спросила, конечно. Он сразу поддержал эту идею, но был период такой, что это уже какая-то узнаваемость может последовать. А там сейчас такое время, когда, может, лучше, когда тебя и не знают. Но ты готова к этой публичности? Мне кажется, я никогда не буду готова. Никогда, пока я не начну этого делать. Мне кажется, к такому невозможно подготовиться. Ты видела, что даже на отдыхе вас здесь фотографировали, где-то там подглядали? Да, кстати, да, я помню, это было некомфортно. Это был загородный клуб, мы туда приехали с детьми. Потом написали, что Алексей там был, отдыхал в загородном клубе, в элитном загородном клубе с девочками. А девочки были дочкой и подружкой, 11-летней. Ну, это было, конечно, очень смешно. Но тогда мы уже не первый год, потому что мы это место любим. И были за год до этого, его тоже узнавали всегда. Не было настолько сильного внимания. Ты идешь, а тебя прям снимают с телефоном. Я помню, да, это некомфортно. Ты идешь, и на тебя все обращают внимание. Ты должен думать, как ты выглядишь в моем скупальнике. 100% – это очень неприятно. Поэтому мы закрыли, наверное, на какое-то время такие поездки. Ну, никому это не нужно. Зачем? Зачем провоцировать такие статьи? А тебе это не подживлюет те, что он сейчас подобается? Он секс-символ среди женщин, среди женщин. Женки так и вважают, Настя. Так. И он подобается. У меня даже есть подружка, которой я сказала, что я буду записывать интервью с Настей, дружиной Олексией. Она сказала, что ты можешь мне хотя бы ее автографировать? Ты понимаешь, что настолько любят его? Ты не боишься этого? Может, какие-то тебе сообщения? Знаешь, в директ приходят. Знаешь, как бы «Здохни». «Ты недостойная, я достойна больше». Нет. Такого нет. На самом деле мне очень много женщин пишут о том, что «Спасибо вам за Алексея». Во-первых, я человек подготовленный. Во-вторых, читаю, что у меня нет никаких комплексов. То есть я не переживаю от меня, можно уйти или я останусь сюда. И когда мы только познакомились с Алексеем, он же не был секс-символом, а потом резко стал. Он же всегда нравился женщинам. И тогда тоже он пользовался большой популярностью всегда у женщин. И я это знала. И когда мы встретились, ну, наличие двух женщин тоже, ты же понимаешь, да? Но я человек в этом плане считаю адекватным, что если ты связываешь свою судьбу с определенным человеком, потом предъявлять ему какие-то претензии, ну, в этом нет никакого смысла. А тебе все-таки комфортнейший, когда он на пику популярности, или больше на спаде, на таком ожидании, не такой уже требованный экзамен? Весь этот, вся эта популярность, она отображается только на свободе перемещения. Вот все, что касается свободы перемещения, просто пройтись в парке, подышать свежим воздухом, это составляет огромную проблему. Если ты уже привык, там, приучил ребенка, что мы проводим время там где-то вместе. Сейчас у него вопросики. И он хочет все время воспроизвести наш отдых вместе. Часто это уже, ну, в принципе, невозможно. В каких-то местах это невозможно. Как романтику вы поддерживаете? Это какие-то вечеры дома? Во-первых, мы встречаемся в городе и можем устроить себе какой-нибудь обед. Это как свидание, можно сказать. Иногда выпадают какие-то командировки, тогда мы едем вдвоем. Это тоже романтика. Потому что с этого все начиналось. Мы много ездили вместе. Одно из наших любимых времяпрепровождений – это просто на диване. Когда мы сидим на диване и смотрим какие-то фильмы, видимо какую-то вкусную еду, все. И сейчас так вдаётся? Да. Ты же понимаешь, что у публичных людей всегда есть хейтеры? Да. И как ты до этого ставишься? До критики, которая ледится от хейтеров по отношению к Алексею? Чи считаешь эту критику конструктивную иногда? Чи можешь там сказать, слушай, ты должен прислушаться? Нет. Ну, то, что он говорит тихо, всегда говорит тихо, это до сих пор пишут. При том, что уже все микрофоны куплены, уже всё, вроде бы вопрос решён. Всё равно пишут люди, что он довольно тихо говорит. Так, чтобы прям кто-то делал какое-то замечание, и я его поддерживала – нет. Потому что на самом деле конструктивных замечаний хейтеры не пишут. Ну, эта знаменитая фраза, она закончится 2-3 недели. Да. Как ты сама, власне, до этого относишься? Потому что, в конце концов, этого не случилось. Дело в том, что он говорил 2-3 недели по отношению к каким-то фазам. И, может быть, там и звучало, да, закончится война. Но он говорит, что вот эта фаза там продлится 2-3 недели. Вот это 2-3 недели. Как правило, все фазы плюс-минус только и длятся. Ну, мы просто знаем все, что большинство каких-то там таких обнадейливых прогнозов – это для того, чтобы заспокоить трешки настрои населення, как-то подняти им дух и так далее. Можливо, саме с цією метою было это сказано. Ну, и, власне, заспокуяла дія Арестовича. Мне кажется, вона саме для этого и створена была, чтобы заспокоить народ, не зважаючи на все, что происходит страшное. Кстати, Алексей не раз уже говорил о том, что у него нет задачи говорить неправды про текущее положение дел, только чтобы успокоить. Такого нет. Он очень хорошо подчеркивает то, что действительно сейчас идет не очень хорошо, но и тем не менее всегда говорит, что это не смертельно. Мне кажется, в этом и есть какой-то вот этот вот эффект успокоения, что не просто запугать до смерти людей, а сказать, что это тоже пройдет. Чи критику он читает какой-то и как на ней реагует? Ну, почитывает. Он не уделяет этому, я думаю, много времени, но когда попадается, может прочитать. Но это все, как он сам говорит, относится к хейтерам, как к пациентам. И намагается их ликовать? Нет. Зачем? Чтобы человека вылечить, он должен для этого сам прийти и попросить на несколько раз, опять же по словам Алексея. Ты читаешь критику? Я про себя уже несколько вещей прочитала, когда вышла статья в Элле. Писали, что есть же более достойные люди для этого интервью. А, то есть «Дружина Ростова» — это не тот герой, про которого хочется читать. Как ты это приняла? Нормально. Люди находятся в каких-то своих психологических процессах. Критикуешь человека? Да, могу. Могу говорить по поводу еды, что чего-то, наверное, не стоит кушать или там не стоит кушать на ночь, или там лучше воздержаться чего-то. Про харчование еще не поговорила, но я уже пометила, когда ты только пришла, замовили соби, каже, мясо я не ем, каву я не пью, только без кофеина. Я отказалась от молока, мяса, и, естественно, продукты у нас пропали из холодильника. И Алексею тоже пришлось не есть мясо? Ну, мясо он заказывает, если нужно в ресторане, если хочется. Но молочка, да. Но на самом деле у нас обоих непереносимость. У него прошел осенний поленос, весенний поленос. Так что это стало ясно только как раз после того, как прошло почти год. Мы не пили ничего молочного. Ты готовишь? Нет. Я готовлю завтраки, это такая традиция, я кормлю всех завтраками, а потом мы все расходимся и каждый ест, где придется. Потом мы встречаемся уже поздно вечером, когда заканчивается Фейген, это уже 11 часов. Дорога, Фейгену интервью он дает дома или в офисе еще? Нет, в студии. Алкоголь? Чи есть вообще какие-то традиции, там, выпить вина за вечерю? Нет, мы не пьем. В целом? Да. Олексій так же не живет? Ну он может очень редко, может быть, в каком-то мероприятии. Но на самом деле он всегда отказывается. При мне точно. З приводу релігии. Я была шокована тією кількость освит, яку мает Олексій. Ну, по-перше, он заканчив биологический факультет университета Тараса Шевченка. Потем он, разочарувавшись в освитии, пішов до театру грати в Чорном квадрате. Потем он поступил до Одесского института сухопутных войск. Он получил диплом військового перекладача. И, наконец-то, он учил теологию в Киевском институте религиозных наук. Чи знаешь ты про досвід Олексія в экзорцизме? Да, я слышала от него эту историю. Ну, такие ритуалы делают только монахи. Взагалі, ну, это как выгнание бесов из человека. Это, ну, аж моторошно. Просто эта история, она давняя. Начало его пути в этой области. Поэтому, когда я ее слышала первый раз, я, конечно, расспрашивала. Сейчас это не есть его основная деятельность изгнания бесов. Скажем, не такими методами. До 35 лет он был атеистом. Потом у него появилась вера в Бога. И в 40 лет ты уже встретила Алексея таким религиозным человеком. Это так? А я вот не уверена, что он до 35 лет был атеистом. Да? Десь он сказал про это, мне кажется. Надо у него уточнить, потому что мне кажется, что это может быть какой-то период. Какие отношения с религией у вас в семье? Какие традиции? Я человек, глубоко верующий в Бога, но я не религиозный человек. То есть я не использую какие-то методы, вот как обряды или церковь для того, чтобы пообщаться с Богом. Я могу сделать это напрямую, то есть минуя этот путь. Чью Библию читаешь в Сенове? Нет. У нас, если есть какие-то разговоры духовного характера, то это в целом о душе. Допустим, он интересовался темой смерти. Мы говорили о том, что душа, она не умирает. Детину, сына не христили? Нет. У нас каких-то традиций, чтобы мы ходили в церковь, святили Пасху. Не было? Да, такого нет. Багато психологов роблять такий розбір Арестовича, что говорят про то, что он очень любит себя себя, то есть какие-то нарциссические качества, плюс нотки эгоцентризма. Ты, как психолог-эксперт и психолог-специалист, как ты дашь визначение своему человеку? Он даже поздно выставил что-то про нарциссизм на фоне ванной вашей. Ты не видела? Не видела. Я сейчас просто зачитаю. Это было смешно. Я скрин сделала, потому что я знала, что мы с тобой будем встречаться. Нарциссами меня называют люди, которые исторически требуют, чтобы я полностью соответствовала их представлению о прекрасном. То есть он даже стебется из этого. А он, кстати, с тобой нравится, что писать, что в публичном уровне? Серйозные посты нет, но иногда, когда пишут какой-то шуточный пост, не всегда. Он может не показать и спросить. Это смешно? Серйозно? Да. Ты бы, яке вы значила психологическую такую оценку? Что это проявление здоровой самооценки. Ну, в ваших видностях ты вычуваешь? Нет. Нет. Нарциссизм, я, как я это вижу, что нарциссизм, себя любие видят люди, у которых есть вопросы о самооценке. Потому что всегда раздражает в другом человеке то, с чем у тебя есть какие-то трудности. Поэтому у людей, у которых с самооценкой все хорошо, у них таких претензий к Алексею нет. У Алексея есть свой психолог? Нет. Ни? Нема? Ну, ты же знаешь, что каждому психологу нужен еще психолог. У меня, например, был… Знаешь, есть исключение Алексея, он действительно не нужен. Если ему захочешь поговорить, он поговорит со мной. Ага. То есть, кто лечит Арестовича, это Настя Арестович. Если сейчас нет психолога и так далее, как вообще Алексей занимает стресс? А стрессов сейчас очень много. Ему достаточно побыть одному, почитать книги, прогуляться, спорт, чтобы его не дергали, не трогали. Спортом он занимается сейчас? Да, конечно. Как раз на спорт всегда есть время у него, всегда выделяет. Три раза на неделю? Да. Сейчас он в хорошей форме? Да. Ты это контролируешь? Это нет, это он сам. Расскажи, пожалуйста, как началась для тебя полномасштабная война? Где ты была на тот час? Что ты вообще планировала в своем жизни? Какие были цели, планы? Мы были в Киеве. И я планировала свой день рождения. Ну, как планировала. Ну, конечно, было через полтора месяца, но у меня все-таки был юбилей, 35 лет. И я рассчитывала встретить его по-другому. Ты знаешь, планов было много. И поездки мы планировали. В многих интервью Олексій говорит о том, что он знал про неминуче вторгнение. И про это уже все говорили. Но, в основном, про 24 лютого он знал за три дня. Он собирался идти на фронт, как военнослужащий. Что он вообще говорил тебе, как своей дружине? Мы обсуждали, что это возможно. Но я помню эти разговоры еще до Нового года. Насколько это будет серьезно. В том, что они пойдут из Крыма, пойдут из Донецка, Луганск. С той стороны, да. Но то, что прямо во всей стране бомбы, ракеты полетят. Но это было еще страшно, потому что мы не понимали, с чем имеем дело. Что-то бахало. А что это? Сейчас я понимаю, что это было наше ПВО. Что было не так страшно. До Нового года. Что вы планировали? Про что говорили, что будет война? Что в этом плане делать? Что Алексей рекомендовал? Або какие были планы? Мы планировали, что мы остаемся. Потому что здесь есть возможность нас защитить. А когда мы куда-то уедем, куда мы уедем? Было много вопросов. И даже 24 числа прямо с утра мы никуда не собирались уезжать. Это уже в обед, когда появилась информация, что высаживается десант. У них есть адреса, и они будут ходить. Алексей тогда набрал и сказал, что мы должны покинуть наше помещение, наше место жительства за 10 минут. Сначала он позвонил, сказал полчаса. Потом он перезвонил и сказал, что нет, 10 минут есть. Еще я не хотела никуда ехать. Хотя было страшно. Хотя за три дня уже вы знали точную дату вторгненья, 24-го, Вячеслава. Мы все видели и, возможно, даже не обратили внимание на эту пресс-конференцию. Первую пресс-конференцию, где был президент Володой Зеленский. И вместе с ним был Олексей Арестович. И именно тогда можно было увидеть все на обличке. Как они нервировали и как достойно они вышли перед людьми. И проголосили про повномасштабное вторгненье, что война не минучая. Ты дивилась эту пресс-конференцию? Потому что Олексей дав посилание на эту пресс-конференцию буквально через 8 месяцев. И ты вот так дивишься и понимаешь все, что произошло тогда. Но тогда ты, наверное, эту пресс-конференцию даже не дивился. Ты помнишь именно тот момент, когда он вышел на пресс-конференцию с листочком в руках и так очень смело, очень решительно, очень уверенно, успокоился? Не помню ничего, потому что я была в дороге. То есть ты уже на этот момент ехала и была в дороге? Я думаю, да, потому что я этого не помню. Я, по-моему, даже пропустила первые выпуски Фейгина Арестовича, потому что как раз это было там пересечение границы и поиск места жительства. Что-то какие-то, в общем, такие моменты бытовые. Вещей же с тобой не было. Ну, в общем, куча вопросов. Мы общались, естественно, и пока ехала на самом деле, Леша меня очень сильно поддерживал. Мне было очень страшно ехать. Мне казалось, что эти ракеты, они просто должны повсюду падать сейчас. То есть когда он мне звонил и говорил, что через 10 минут у него был очень серьезный голос, он редко говорит такими серьезными голосами, поэтому это было еще страшнее. Но когда мы уже ехали, он понял, наверное, что мы уже выехали. И он, наверное, расслабился, потому что он уже говорил своим обычным, спокойным, ироничным голосом. И успокаивал меня по дороге, что все нормально, и говорил куда ехать. Я просто знаю, что много статусных людей, околополітичных, знаючи про вторгнение неминуче, привезли своих семей заздалегидь. Комусь допомогли и надали свои приватні літаки нашим олігархам, нашим медиаперсонам и так далее. Почему Олексей не принял решение эвакуировать вас раньше, а не 24 люта? Чтобы ты не ехала на стрессе, сама за кермом, куда-то за кордон? Мне кажется, это потому, что мы не знали, насколько серьезным будет конкретно 24 число. Просто поехать, ну, это не составляет проблемы сесть машину и уехать. Да, вторжение, но какого рода, да? Что прямо десант будет высаживаться в Киеве. Куда вы ехали? Потому что я помню... Мы ехали на Запад. На Запад Украины? Да. И потом уже ориентировались по обстоятельствам. Квартира была снята? Нет. Тобто ты шукала вот так? Ззвонивалась? Нет. Мы потом просто объединились со знакомыми. И остановились на Западе Украины? Или вы ехали за кордоном сразу? Нет, мы ехали. Там были такие очереди. Ну, то есть, с самого начала там все покупают воду, продукты. Ну, не было смысла оставаться. Потому что не было понятно. Мы довольно быстро, на самом деле, потом вернулись. Через два месяца мы пробыли. Какие краи вы были? Нельзя сказать, что мы прямо остановились на какой-то стране. Сначала мы были в Польше. Но мы еще несколько стран объездили за это время. Я так, знаешь, примерялась, смотрела, где можно. На какое-то время бросить якорь. Но так ни к чему и... Ну, ничего подходящего я не нашла. Ты не нашла квартиру? Нет, я не нашла место, в котором бы мне было... Ну, я понимала, что я могла здесь какое-то время жить. С одной стороны, это безопасность, что нет смысла сидеть под ракетами и подвергать какой-то опасности себя, жизни ребенка. С другой стороны, это четкое понимание, где и когда ты должен находиться. Допустим, что тебе лично ничего не угрожает и что есть определенный смысл твой находиться вот сейчас здесь. Вот точно так же, будучи тогда там, я четко ощущала, что мне там не место. Я очень люблю Европу путешествовать по ней. Ну, все-таки есть разница большая. Когда ты ездишь туда отдохнуть, когда тебя вынудили туда выехать, это по ощущениям немножко... Ну, не немножко, а очень сильно отличается. Когда мы пересекли границу, мы там нашли место покормить детей. Я сидела, у меня просто катились слезы, потому что у меня было ощущение, что я, допустим, никогда не вернусь домой. Что я никогда не увижу Киев. Что я, возможно, неизвестно, когда увижу своих родителей. Но параллельно мне сыпалось очень много сообщений. То есть, когда у меня была возможность уже не везти машину лично, я села. И это меня очень сильно отвлекло, потому что мне писало очень много людей, которые не могли дописаться до Алексея. Плюс мне писали мои знакомые, которые тоже нужна была какая-то помощь и с выездом, и с машинами, и с бензином. И я как окунулась в это все, я, по-моему, только через месяц или полтора перестала вот все это делать. Ну, я думаю, что так все делали, все кого-то координировались. Так, так, так намагался. Как далось вам разлучение с Алексеем в эти два месяца? Ну, тяжело. Да все это тяжело. И Саша очень скучал. Как у тебя стрессы какие-то были? И насколько эта война на тебе отобразилась? У меня был вот основной первый стресс. Это когда мы выезжали. Я помню, первые две недели я не могла нормально отдохнуть, потому что я засыпала. Первую неделю я, в принципе, спала там буквально чуть. Я все время сидела, следила за телефоном, за новостями. Я просыпалась ночью, я смотрела. А потом еще было две недели, когда я уже более-менее могла спать, но мне все время снилась война. Я закрываю глаза, ракеты, танки, выезды, мы куда-то не успеваем. Я просыпаюсь от того, что я еще больше устала за это время. Я помню, насколько мне не нравилось тогда спать, потому что я люблю спать. И для меня это действительно отдых. Это был период, когда я вообще не могла отдохнуть. Ты решила для себя вернуться в Киев, в Украину. И это было через два месяца? Как произошло это объединение? Чи изменился твой человек? Нет. Меня вообще... Вот часто спрашивают, поменялся ли Алексей, поменялся ли Алексей. Он не меняется. Да, он стал более... каким человеком... человеком любимым, что ли. То есть он, в принципе, всегда хорошо относится к людям. Но я просто вижу сейчас, какая злоба, ненависть дьется по отношению ко всем россиянам. Он помогает людям не становиться на эту скользкую дорожку ненависти. И он очень часто это подчеркивает в своих интервью. Потому что все это очень разрушительные эмоции, которые в первую очередь влияют на самих людей. И, к сожалению, никак не отображаются на России, на россиянок, на армии российской. Ты взагалей как ставишься до этого понятия «хорошие русские»? Мне вообще не нравится, честно говоря, такой подход, как плохой или хороший. Есть действительно люди, которыми и людьми их называть не хочется. А есть люди, окей, пусть будут они хорошие, которые поддерживают нашу страну. Я знаю, потому что какие-то люди пишут о том, что они в какой-то ситуации не находятся. Я могу их понять. Да, можно обвинять, что они такое допустили, но это опять же данность, с которой они имеют дело. Как произошел феномен Арестовича? Те заспокийливое, которое стало просто спасением в первом месяце для многих украинцев? Я помню, как мне написала подружка, она мне написала «Аристович Краш». А я даже слова такого не знала. Я думаю, какой Краш, что такое Краш. И я зашла в Google, посмотрела, что такое Краш. И прислала, говорю, Леша, ты знаешь, что ты Краш? Он говорит, а что это? И тогда я начала просто обращать внимание о том количестве видео, которые сейчас снимают. Потому что я же говорю, что я первое время пропустила, потому что была занята какими-то бытовыми моментами. Мы как только пересекли границу, я поняла, что у ребенка нет трусового на скоб, вообще ничего нет. Я выехала в торговый центр, я помню просто насколько диссонанс. Там все спокойно. Ты заходишь в торговый центр, никто никуда не бежит, все продается. Люди отдыхают, пьют кофе, ходят с колясочками. И это вот шок тогда был такой. Конечно, мне было не до видео. Я вообще в общих чертах смотрела за новостями, там наступление кто-то. Так, чтобы я отслеживала первое время, я, наверное, неделю или полторы пропустила. И как ты приняла эту шаленую популярность своего человека? Не знаю, я каждый раз очень радуюсь. Это хорошо, когда есть человек, который может всех успокоить. И у Алексея он фактически такой единственный. Если Фейгин не вышел, то это сразу вот такая вот куча сообщений, почему. И тебе в том числе. Да, мне мужчины пишут, пожалуйста, передайте Алексею, чтобы он не пропускал дни. Потому что очень тревожно. То есть это заспакивает не только для женок, а и для человека в том. Нет, конечно. В одной из передач он пошутил, что если он явится в черном, то это вестник каких-то там плохих новостей. На самом деле у Алексея практически нет черных вещей. Я не помню, чтобы у него прям черные вещи были. Но в кадре часто коричневый, темно-коричневый. И они выглядят как очень темные черные цвета. Поэтому, когда вдруг Алексей на Фейгин выглядит как в черном, это сразу же очень много сообщений о том, что так, Алексей в черном. Это все плохо, что это значит, Алексей сегодня в черном. Плохой знак. Да. А как ты на себе практикуешь заспокийливый способ, как Арестович? Или заспокийливую дию Арестовича? Я его просто разспрашиваю, если мне страшно или там что-то прям волнует какая-то тема. Хотя я понимаю, что для него повторять одно и то же по сто раз. Поэтому я сейчас тоже смотрю у Фейгина, чтобы по сто раз не переспрашивать. До чего доведут амбеции Алексея Арестовича? В интервью Гордона он сказал, что если Володимир Зеленский балотироваться не будет, то он с радостью пойдет на президента. Ну, на президентские выборы будет балотироваться. Как ты до этого поставилась? С радостью. Когда мы еще с ним встретились, он сказал, что я буду президентом. Но, смотря на дружину Владимира Зеленского, ты понимаешь, насколько это ответственно, насколько это сложно? Чи смогла бы ты справиться с такой ролью? Готова ты будешь первой леди? Ну, думала про это. Я могу сколько угодно об этом думать, как я думала когда-то про интервью гипотетически. То ты до этого не готова. Это только когда человек перед фактом поставит, как он все жизнь делает. Все, я иду туда, я иду туда, а завтра в президенты. Будем смотреть по обстоятельствам. Конечно, все это… И думаю, что Елена Зеленская, она тоже думала о том, что она будет когда-то. Думала о том, что она когда-то станет женой президента. Каким президентом будет Арестович, на твой взгляд? Мне кажется, что он будет хорошим президентом. Как тебе такой ответ? На самом деле, я вот как мама, для меня важно, чтобы такая ситуация, как сейчас, она больше никогда не повторилась. Потому что, ну мы, да, мы мамы мальчиков. И когда начинался конфликт в 2014 году, некоторым мальчикам было всего лишь по 14 лет, которые сейчас воюют. Я не думаю, что тогда они думали о том, что их судьба сложится таким образом. В моих интересах, чтобы такое не повторилось. И я уверена в том, что Алексей может провести такие изменения в стране. Создать такие условия, чтобы действительно такой конфликт больше не повторился. Чтобы Украина была настолько сильной, чтобы больше не возникла ситуация, когда у кого-то появится мысль, что такое возможно. Приходить на нашу территорию и что-то там отобрать. Когда мы сегодня говорили про интервью, потому что через все эти ракетные атаки всегда есть уверенность перенесения своей работы, съемок и так далее. Взагалі життя. Мы постоянно откладываем. То есть сейчас нет нормального життя. И когда мы с тобой звонили, ты сказал, что Аня, давай будем проводить, потому что дальше легче не будет. Ну, то есть не будет легче ситуации, когда мы сможем знову же таки встретиться. И, может быть, я всегда, знаешь, до твоих слов постоянно так прислушаюсь, потому что твой человек – это воинский эксперт. И он точно там есть какие-то прогнозы. Вот ты уже знаешь той прогноз, когда закончится война? И это же не два тридцати. Все, что я знаю, это из предыдущего выпуска Фейкина Арестовича. Когда она закончится, я надеюсь, что она закончится следующим летом. Это первый интервью Настя. Это первый выход из зоны комфорта. Это первый выход в публичность. Друзья, я вас очень прошу поддерживать мою героиню. Вона не зважалася на этот крок 7-8 месяцев. Мы провели проговоры, и это была моя инициатива. Поэтому прошу вас поддерживать, написать хорошие комментарии под этим выпуском. Написать в Инстаграм Настя. Все контакты я оставлю. Ну и я вам очень благодарю за внимание. И благодарю своей героине за решучесть, за смелость. Спасибо тебе, что пригласила и за то, что стала путевкой в мой новый опыт. И мне было очень психологически комфортно. Так что спасибо. Спасибо тебе большое. Как думаешь, Алексей понравится это интервью? Я думаю, что он первое посмотрит и скажет свое экспертное слово. А ты критикуешь? Думаешь, может быть что-то сказать? Конечно. Будет критиковать? Ну если будет что-то. Я больше переживаю, понравится ли мне, что я там наговорила. Спасибо.